Здравствуйте! В эфире еженедельная программа «Седмица». Вашему вниманию новости культуры и искусства в студии Валерий Гриценко. И сегодня в выпуске. Учитель покаяния и один из самых важных церковных писателей. 10 февраля православная церковь чтит память преподобного Ефрема Сирина. Чем прославился этот святой? Его произведения будут жить вечно, пока живут благородство, честность, любовь и настоящая дружба. 7 февраля исполняется 210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса. Православный журналист, писатель, сценарист, режиссер, бессменный, генеральный директор Международного фестиваля православного кино «Покров». 40 дней назад почил протеерей Александр Акулов. В память о светлом и талантливом человеке мы предлагаем вспомнить его последнее интервью нашей программе в рубрике «Чело и век». Лучше всего нам учиться смирению и прочим добродетелям у святых людей, которые оставили нам образцы смирения. К числу таких святых, несомненно, принадлежит преподобный Ефрем Сирин, ученый и благочестивый подвижник, один из самых важных церковных писателей. Он автор множества молитв, гимнов, проповедей и толкований священного писания. Его часто называют учителем покаяния. Это главная тема его проповедей. Преподобный Ефрем с особой силой выразил этот важнейший момент для духовного пробуждения и об этом в нашем сюжете. Преподобный Ефрем Сирин, учитель покаяния, родился в начале 4 века. Год его рождения точно неизвестен. В городе Низибии, в Месопотамии, в христианской семье. Родители воспитали сына в благочестии. Но, отличаясь с детства вспыльчивым, раздражительным характером, он в юности часто ссорился, совершал необдуманные поступки, даже сомневался в промысле Божьем, пока не получил от Господа в разумление, направившие его на путь покаяния и спасения. Однажды его несправедливо обвинили в краже овец и посадили в темницу. В ней он услышал во сне голос, призывавший его к покаянию и исправлению жизни. Он был оправдан и освобожден. В Ефреме пробудилось глубокое покаяние. Юноша удалился в окрестные горы и стал отшельником. Среди отшельников особенно выделялся знаменитый аскет, проповедник христианства и обличитель Ариан, епископ Низибийской церкви, святой Яков. Преподобный Ефрем стал одним из его учеников. Святитель Яков знал достоинства своего ученика и использовал их на благо церкви. Поручал ему читать проповеди, обучать детей в училище и взял с собой на Первый Вселенский собор в Никее. Преподобный Ефрем 14 лет был в послушании у свидетеля Якова до его кончины. После взятия Низибии персами в 363 году преподобный Ефрем покинул пустыню и поселился в монастыре близ города Едессы. Преподобный и устно, и письменно призывал всех к покаянию, учил вере и благочестию, обличал Арианскую ересь. Духовная опытность сделала его наставником иноков и помощником едесских пастырей. «Если Сын Божий в тебе, то и Царствие Божие в тебе. Войди в самого себя, ищи усерднее, и без труда найдешь его. Вне тебя смерть, и дверь к ней грех. Войди в себя, пребывай в сердце своем, ибо там Бог». Человек, очистивший себя и стяжавший благодать Духа Святаго еще здесь, на земле, предвкушает Царствие Небесное. Стяжать жизнь вечную по учению преподобного Ефрема не значит перейти из одной области бытия в другую, а значит обрести небесное духовное состояние. Залог обожения в нас – крещение Христова. Главный двигатель жизни христианской – покаяние. Прощение грехов в таинстве покаяния по его учению – это не внешнее оправдание, не забвение грехов, а полное уничтожение их. Преподобный Ефрем, по своему смирению считавший себя ниже и хуже других, отправился в конце своей жизни в Египет. На возвратном пути он посетил в Кесарии Каппадокийской святителя Василия Великого, который пожелал посвятить его воприсвитера. Но преподобный счел себя недостойным иерейства и по настоянию святителя принял лишь сан дьякона, в котором пребывал до смерти. По возвращении в свою Едесскую пустынь преподобный Ефрем хотел конец жизни провести в уединении. Но промысл Божий еще раз вызвал его на служение ближним. Жители Едессы страдали от свирепствовавшего голода. С сильным словом преподобный побудил богатых оказывать помощь неимущим. На приношение верующих он построил богодельню для нищих и больных. В румынском городе Сучава при содействии румынской православной церкви создается музей-почерка. В нем будет собрана коллекция книг, записных книжек, фотографий, писем, икон и копий документов, на которых каллиграфически написаны тексты. В музее разместят две галереи – каллиграфия прошлого века и каллиграфия будущих веков. Первое – это собрание архивных материалов, а в экспозицию второй войдет современная каллиграфическая продукция. В числе задач создания комплекса – зафиксировать, сохранить и развивать рукописную культуру семей, муниципальных учреждений, церковных общин и образовательных сообществ. Открыть музей планируют 18 мая. 40 дней назад, 25 декабря 2021 года, после продолжительной болезни на 58-м году жизни, не стала протеерея Александра Акулова. Православный журналист, писатель, сценарист, режиссер – он много лет являлся бессменным генеральным директором Международного фестиваля православного кино «Покров». Отец Александр неоднократно приезжал на киноассамблею на Днепре и давал интервью и комментарии в программе «Седмица». В своем последнем интервью для нашей рубрики «Чело и век» он поделился мыслями о православном кинематографе, о своих книгах, и о том, в чем христианская ответственность людей, которые работают с информацией. В нашем эфире мы предлагаем вспомнить об этом светлом и талантливом человеке. Для него важным в жизни является миссионерство и проповедь. Всей своей жизнью он доносит важные духовные ценности с помощью кино, литературы и различных телепрограмм. А еще он очень добрый и искренний человек, посвятивший свою жизнь Богу и людям. Сегодня у нас в гостях протеерей Александр Акулов. Александр Акулов родился в Киеве, окончил Суворовское, затем Высшее военно-техническое училище. Сегодня отец Александр – настоятель храма в честь иконы Божьей Матери, знамения в Киеве, директор ежегодного международного православного фестиваля «Покров». Как автор, Александр Акулов создал множество уникальных теле- и радиопередач. Наиболее известен цикл телевизионных передач «Верую. Духовная трапеза». Широкую популярность также получил телевизионный фильм «Паломник» и документальное кино «Второй Иерусалим». Протеерей Александр Акулов активно сотрудничает с разными СМИ, пишет книги. «Афонская история», «Братья и отцы», «Сорок дней, потерянные в миру», «Христиане» и многие другие. Наиболее известные его произведения написаны в жанре православного детектива. Свои труды батюшка называет миссионерскими и говорит, что если хотя бы одного человека его книга заставит задуматься прийти в церковь, то он свою задачу считает выполненной. Отец Александр – кавалер ордена преподобного Нестора Литописца Трех степеней. Награду получил за свою активную общественную деятельность, распространение православия и создание фестиваля международного православного кино «Покров». Здравствуйте, отец Александр. Благодарю вас за участие в нашей передаче. Здравствуйте. Отец Александр, вы основатель и генеральный директор такого масштабного международного фестиваля православных фильмов «Покров». Уже состоялся девятнадцатый фестиваль. И девиз его в этом году «За всё благодарите». Почему выбрана эта тема? Каждый фестиваль у нас связан с какими-то событиями. В основном мы смотрим, какие фильмы приходят, и в конце к нам приходят уже такие мысли, о какой девиз должен быть в фестивале, какие важные темы дотрагиваются в этих фильмах, какая тема важна именно в данном момент времени. И вот в такие сложные, непростые времена, когда люди очень многие недовольны, очень многим недовольны, тяжело людям. Жить на самом деле, тяжело жить. Болезни, локдауны, тревога, боясь, страх перед всем. Конечно же, про благодарение люди забывают. И тема очень важна. Потому что человек, умеющий благодарить, он умеет жить по-христиански, учится жить по-христиански, хотя бы у него желание такое жить по-христиански. Он готов благодарить Господа за любое кусочек хлебушку, за любое событие, даже не очень хорошее, даже за болезнь, которую человек может получить. Это очень важно, уметь благодарить Господа за все его благодеяния. Поэтому мы, в общем, решением пришли к такому выводу, что фестиваль должен еще раз подчеркнуть все фильмы, что христианин, в первую очередь, должен научиться благодарить Бога всегда, во всех ситуациях, ни в коем случае не отчаиваться, не тосковать, не обвинять в каких-то чужих проблемах, а в первую очередь смотреть на себя, на свою совесть и быть благодарным Богу за все. В этом году уже во второй раз фестиваль проходил в формате телемоста между Москвой и Киевом. Как возникла идея такого масштабного онлайн-мероприятия? Какой опыт вы вынесли из этого? В связи с тем, что был локдаун и даже была идея не проводить фестиваль, конечно же, мы решили, посоветовались, решили, что не может так быть, не может фестиваль не проводиться, давай попробуем в режиме онлайн. Мы с самим непросто, с телеканалом «Спам» договорились, и получился очень хороший, интересный опыт. В связи с этим сотни тысяч просмотров в наших фильмах было, и открытия, и закрытия очень интересные прошли. А в этом году мы еще больше работы себе прибавили, потому что вернулись к онлайн-просмотрам в Доме кино. Дом кино для нас такой. В эти дни, к тебе всегда родные люди приходят, в Киево гости, очень много сотни людей приходят, и это действительно место сбора православной общественности для того, чтобы посмотреть лучше православное кино. В этом году просто одно удовольствие было наблюдать за тем, как проходил фестиваль. Надеюсь, следующий 20-й юбилей пройдет еще больше, с большим количеством интересных фильмов. Мы уже сегодняшний день готовимся к тому, чтобы встретить следующий покров в 2022 году. А чем отличался фестиваль в этом году? Какими фильмами или темами? Многих тем у нас не бывает. Это фестиваль. В принципе, нет новых тем. У нас есть разные номинации. Четыре номинации. Это игровое, документальное, короткометражное, анимационное кино. Присылали, было больше 200 работ, мы отсмотрели, это брали для показа 84. Жюри в конечном итоге наградило 40 фильмов, достойных первых, вторых, третьих мест. Много анимационного кино. Мне нравятся короткометражные фильмы молодежи. Помещаются их, так сказать, мысли, их чаяния, их надежды. Темы, которых их сегодня волнует, молодежь. И они достойно отвечают вызовам сегодняшнего дня. Особенно, если касается христианского образа жизни. Они пытаются сами разобраться, кто такой христианин, как жить по-православному. И многие фильмы, даже если касается косвенно православной жизни, они подсказывают другим, как нужно стараться быть, жить и оставаться христианином. На фестивале принимали участие не только фильмы и анимация взрослых кинематографистов, но и детские работы. Насколько важно участие детей в таких мероприятиях? Я не думаю, что детки, конечно же, они стремятся к наградам. Для них это всегда приятно. И мы пытаемся, особенно в конкурсе анимационного кино, приглашать деток, которые сами с помощью взрослых рисовали свои мультики. Для них, для всех нас важны подарки. И когда достойно оценивается то, что делаешь. Первый шаг для них, конечно же, когда их поощряешь, когда с любовью ими занимаешься, когда учишь действительно такому удобному кино, мультики какие могут быть другими, то для них это всегда интересно. Это намного лучше, чем ребенок сам по себе пытается что-то узнать, без пояснения со стороны взрослых. Хотя и заниматься с детьми всегда сложно, но ответственно, но очень-очень важно. То есть я помню наши времена, опять же не буду ностальгировать по советским временам, я не такой человек, но все мы были заняты в каких-то кружках. И все мы заняты были то спортом, то кружки, то еще что-то. И нам было интересно. Хотелось бы, чтобы сегодня побольше детки общались друг с другом на основе каких-то общих интересов. Если это православное анимационное или просто анимационное кино, то это здорово. Дай Бог родителям и педагогам здоровья за их такие большие труды. И сейчас хочу коснуться страниц вашей биографии. Вы в свое время получили высшее военное образование, вы офицер запаса. И сегодня вы священник, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери, знамени. Вот как жизнь вывела вас на орбиту православия? И там, и там служение? Господь привел храм лет 35, наверное, потом Киев, Иоаннский монастырь, миссионерская работа. Приложение со стороны отца Иоанна, ныне архиепископа Иоанна Черепанова, стать священником. Я согласился с трудом, правда, не понимая, как я там 45 лет стану священником, каким я им буду. И потихонечку братья монастыря чему-то научили. Хотя служение очень ответственное. Я очень люблю армию, люблю за дисциплину, за порядок, который там, в принципе, всегда был и есть, несмотря на все. Больше порядка, чем в других сферах. В церкви, тем более, все очень благостно и радостно. То есть там Господь сам устраивает этот порядок, в котором хочется поучаствовать и помочь Ему, чтобы наша церковь развивалась, приносила пользу для спасения всем прихожанам. Быть настоящим пасторем — это очень тяжело. Поэтому плачу всегда, что не всегда получается то, что хочешь, каким ты должен быть. Надеясь, милостью Божьей, мы всё-таки справимся со всеми этими проблемами и с прихожанами нашими всё-таки идём ко Христу для того, чтобы спасти свою бессмертную душу. Расскажите, пожалуйста, когда Вы начали писать книги и как в Ваших произведениях уживается миссионерство, проповедь, остросюжетность, детектив? Писать-то я давно начал. И как журналист там работал ещё до до прихода в Голливудский монастырь, журналист туда и пришёл. Издаваться стал позже намного, конечно, чем начал писать. Писать надо тогда, когда не можешь не писать. Вот, видимо, такой момент пришёл, после 50 лет, там, после 54, когда я стал уже... Вот, седьмая книга завершена уже. Они разные книги. Меня детективы привлекают. Я люблю детективы раньше, любил читать, а сейчас люблю читать. А создать православный детектив тоже такое... Не знаю, сколько вот так можно говорить, но стараешься, чтобы был сюжет интересный, чтобы он соприкасался на жизни православных людей, чтобы была какая-то и драма, и трагедия, и комедия. Главное, чтобы это было с пользой для читателя, и было интересно просто читать то, что мы пишем. А в чём христианская ответственность людей, которые работают с информацией? Журналистов, писателей, режиссёров? Очень большая ответственность перед читателями, перед всеми людьми, которые откроют там или фунал, или статью почитают в интернет, или книгу твою откроют. Потому что ты несёшь вот такую серьёзную ответственность за своё слово. И люди, читая, берут какие-то примеры, что-то для себя важное очень. И, конечно, каждое слово отдаётся. И поэтому очень-очень много приходится выверять, чтобы всё было не зря, и чтобы было интересно, и чтобы было полезно, и чтобы было по-христиански, по-православному. Но, знаете, с радостью и весельем всё должно быть. С радостью пишется, с радостью читается. Я люблю, когда критикуют. Я вообще просто восхищаюсь критиками. Они мне помогают стремиться к чему-то большему. Надеюсь, Бог даст. Ещё есть идеи на много-много книг. Было только на здоровье. Спасибо, отец Александр, за разговор. Я желаю вам сил, процветания фестивалю Покров, многое благая лето и преумножения духовно-нравственных тем в сети интернет и на телевидении. Спасибо большое вам. Всего доброго. Сегодня мы говорили с генеральным директором Международного кинофестиваля Покров, Александром Акуловым, о духовно-нравственном кино, о жизни, о ценностях. И пусть девиз этого фестиваля «За всё благодарите» станет главным девизом каждого из нас. Чарльз Диккенс сочинял самые нежные и трогательные истории в английской литературе XIX века. Его произведения с удовольствием читают и перечитывают миллионы людей в наши дни. Он, как никто другой, умел описывать домашний уют и прославлял семейные ценности. Но сам так и не стал счастливым человеком, потратив всю жизнь на поиски идеала. 7 февраля исполняется 210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса. О знаменитом английском писателе и фактах его биографии далее в нашем сюжете. Чарльз Диккенс – английский писатель. Его оперу принадлежат романы и очерки. Он прославился еще при жизни и назван крупнейшим прозаиком XIX века. Он стал автором самых трогательных и нежных любовных историй английской литературы. Ему лучше других удавалось описание семейных ценностей и домашнего уюта. Он умел сочинять фантазии, украшавшие человеческую жизнь. Однако это присутствовало только на бумаге. Сам он вырос в ужасной нищете и бесконечных долгах, в которые их семью вогнал отец. Чарльз приобрел большую популярность в свое время, но по-настоящему счастливым так и не стал. Он всюду искал свой идеал, потратив на это долгие годы своей жизни. Родился Чарльз Диккенс 7 февраля 1812 года в Лэндпорте. Его отец работал рядовым чиновником на военно-морской базе Королевского флота. Мальчик хорошо помнил свою биографию примерно с двух лет. Он знал те времена, когда они жили прекрасно, и у них хватало денег на все, и детей в их семье было только двое. Но потом, один за другим, рождались все новые младенцы, и семья резко обеднела. Отец будущего писателя оказался в долговой яме. Его, как должника, поместили в специальную тюрьму. В связи с такой обстановкой Чарльзу пришлось бросить обучение в школе и найти работу. Учебу он продолжил лишь после того, как его отец вышел на свободу. Чарльз Диккенс стал студентом Веллингтонской академии. Затем поступил на работу в адвокатскую контору. Он обучился стенографии, а после стал свободным репортером. Заметки начинающего литератора пришлись по душе общественности, и Чарльз получил дополнительный стимул к занятиям литературным творчеством. Теперь в этом был весь смысл его жизни. Газеты пестрели психологическими портретами мелких буржуа, принадлежавших Перу Чарльза. И это еще больше прославило молодого литератора. Все, что он писал, пользовалось неизменным успехом у читателей. И неважно, был это рассказ, роман или повесть, среди лучших его произведений можно назвать роман Дэвид Копперфильд. Этот роман называют автобиографией английского общества. И также роман «Приключения Оливера Твиста», в котором автор прославляет честность и доброту. А еще всем известные «Холодный дом», повесть о двух городах, «Лавка древностей» и многие другие романы писателей. И, конечно же, «Рождественские истории». В ней автор обличает безразличие общества «К обездоленным людям». Это произведение стало основой для съемок детского мультфильма-сказки. Однако сегодня мало кто догадывается, что за красивой историей со счастливым концом стоит личная драма ее создателя. Диккенс написал рождественскую песню всего за шесть недель. Публике настолько понравилась эта добрая сказка, что некоторые британцы даже писали хвалебные стихи в честь Чарльза и воспевали его талант. Другие заявляли, что Диккенс – великий человек, нравственный химик, который проанализировал человеческое сердце. Прожил писатель 58 лет. Местом его упокоения стало Вестминстерское аббатство. Писатель ушел, но слава его продолжала расти и после его смерти. Его имя стоит в одном ряду – Шекспиром, Байроном, а романы Чарльза Диккенса будут жить вечно, пока будут жить благородство, и честность, любовь и настоящая дружба. Свято-Троицкий Матронинский монастырь на Черкащине, в котором недавно создали первую в Украине пожарную бригаду из числа монахинь, стал героем нового выпуска передачи Одесской епархии «Эмаус. Сели и поехали». По словам авторов этой программы, ее цель – показать духовное богатство Украинской Православной Церкви, ее монастыри. Ее ведущий архидиакон Андрей Пальчук пообещал, что новая виртуальная поездка, как и предыдущая, будет познавательной и благодатной. В съемках приняли участие настоятельницы монастыря и насельницы обители. Матушка Илария поделилась размышлениями о том, кто такая Игумения. Вместе с регентом хора-послушницей Христиной они рассказали свои личные истории избрания монашеского пути. Напомним, первый выпуск проекта вышел в августе 2020 года. В передаче в доступной форме рассказывается о монастырях Украинской Православной Церкви, расположенных в разных концах страны. Зрители узнают об истории обителей, их главных святынях и современной монашеской жизни. Также не остается без внимания практическая сторона – информация, необходимая потенциальным паломникам. Всего увидело свет уже 9 выпусков передачи. В числе героев предыдущих программ – монастыри Полтавы, Одессы, Винницы, Ровно, а также Донбасса и Закарпатия. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Смотрите нашу программу и узнавайте больше. Ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин